Продолжение следует... Ну, вы знаете, это такой вопрос, в чём же у вас секрет? На самом деле формула у всех разная, и успех у всех воспринимается по-разному. Кто-то одного хочет достичь, кто-то другого. И мне вообще кажется, что у меня ещё очень много планов, очень много мечет, поэтому того успеха, которого бы я хотела достичь, я ещё не достигла. Я вообще люблю так работать над собой. И вот вроде в спорте ты борешься со всеми остальными, да, у тебя есть соперники. Но у меня вот как-то, ну, мне родители это заложили, что я должна не бороться с соперниками, я не должна смотреть на других, а я каждый день должна бороться с собой, побеждать там свою лень. Ну, у нас мы все состоим же из плюсов, из минусов, и я совершенно, поверьте, не исключение. Во всём так же могу и лениться, и так же тяжело мне с утра вставать. Ну, то есть все эти проблемы, с которыми сталкивается любой человек, я тоже сталкиваюсь. Но главное не опускать руки, главное вера в себя, потому что если ты не веришь в себя, то окружающие в тебя 100% тоже не поверят. И когда вот начинаются эти сомнения, да, вот смогу ли я, ну, вот я пойду, ну, я, конечно, меня там вот много у актрис, там, ну, мне, конечно, не утвердят, но я просто пойду. Я говорю, ты когда это говоришь, себя уже всё, тебя уже не утвердили, ты уже не смог сделать того, что ты хотел. Вот главное, вот это, на самом деле, договориться с самим собой, это сложнее, может, чем показаться, и вообще самое сложное, что есть, но это необходимо ради того, чтобы достичь какого-то результата. Я вас как раз процитирую. «Я очень нелегкомысленный человек, всего привыкла добиваться сама, и не могу сказать, что в жизни мне что-то давалось легко. Вообще в любой профессии, ну, наверное, в творческой больше всего, все сталкиваются с какими-то трудностями, будь то это зависть какая-то оппонентов или просто какая-то неудача. Вот как вы вот это вот смогли преодолеть, и как вообще преодолеваете? Потому что многих же у актеров, да, у них опускаются руки, им один раз отказали, и всё. Ну, вот в этом и состоит, наверное, вообще жизнь. Мне никогда ничего легко не давалось, если мы сейчас говорим об актерской карьере, то в моей жизни не было случаев, когда я шла, встретила идущего маэстро, режиссера Аля Говорухина, которому я сказала, Мария, вы прекрасны, давай здесь сниматься в кино, я вас беру на главную роль, и вот вам всё, и успех, и всё остальное. Я ходила, раздавала свои фотографии, это вообще такое, знаете, для актера унизительное немножко. Такое состояние, когда ты ходишь по мосфильму, возьмите, пожалуйста, мою фотографию, пригласите меня, пожалуйста, на пробу. Как будто что-то просишь, на самом деле не просишь, а просто хочешь, чтобы тебе в этой жизни дали шанс, потому что ты закончила вуз, 4 года отучилась, ты полна сил, полна идей, полна эмоций, вот, чтобы доказать, кто ты, что ты и зачем ты, а тебе даже не дают этого шанса. То есть говорили, закройте дверь с той стороны, нам актеры не нужны. Снималась в массовках, и однажды у меня журналист спросил, вот, про «Слугу Государев» был такой фильм, так, понимаете, была реклама такая, вот, я справа, там, вот, на шестом ряду слева, вот, даже так не могла сказать, потому что меня вообще отовсюду вырезали. Были моменты, когда мне говорили, отвернитесь, пожалуйста, спиной, чтобы не отвлекать от главной героини. Конечно, это было неприятно, но я отворачивалась, брала дыхание и говорила, ничего, Маша, наступит, и праздник и на твоей стороне. Поэтому, вот, важно не опустить руки, важно, вот, опять же, возвращаясь, наверное, к вере, что ты что-то сможешь, и даже если ты встречаешь какие-то преграды, то все равно ты не должен отказываться от своей мечты, не должен отказываться от того, вот, ради чего ты считаешь, что ты живешь, от чего ты будешь получать удовольствие. Но вообще родители брочили вам спортивную карьеру, вы стали даже мастером спорта, потом решили в ГИТИС поступать, поддержали они? Ну, родители меня в 4 года отдали в художественную гимнастику, тогда, конечно, я мало чего понимала и могла бы сделать там свой выбор, но я благодарна очень родителям, знаете, многие говорят, что вот потерянное детство, детства у спортсменов нет, наверное, его действительно нет, но я вот родителям безмерно благодарна, что они меня уже в 4 года научили, что такое труд, понятие вообще, что достигается все очень сложно, что нужно пройти через боль, через слезы где-то, через не могу, через не хочу, но идти к своей цели. Конечно, вот то, чего я добилась, наверное, мне все-таки дал спорт, вот этот характер, вот эту закалку, стержень. И мне кажется, без стержня в любой профессии, творческой, я не знаю, ну, вот в любом направлении, если мы сейчас будем размышлять, самое главное – это характер, стержень, конечно, мозги, но вот все-таки вот идти на пролом, если дверь не открывается, залезать в окно, если окно не открывается, то еще какие-то пробовать, пробовать, пытаться, и тогда в результате что-то получится. А если говорить, когда я о моем решении, что я решила поступить в ГИТИС, то, в принципе, для родителей это не было каким-то таким шоком, потому что я росла всегда очень творческим ребенком, и я даже просила маму, я очень хотела играть на рояле, но так как у меня были тренировки по 6-8 часов в день, то есть у меня просто не было физически времени еще чем-то заниматься, хотя я всегда устраивала какие-то, как многие там девочки, пила в расческу, какие-то такие концерты. Мария, многим кажется, на самом деле, что в вашей жизни сплошная сказка, какие-то походы, там, светские мероприятия, но, наверное, есть обратная сторона медали. Ну, я не знаю, как сказка, что вообще воспринимать под словом сказка, то есть если кто-то думает, что я там где-то там в спа-салонах сижу, отдыхаю, разъезжаю, то это все не про меня. Мой день начинается достаточно рано, особенно сейчас, это там 8-9 утра, это до пленарного заседания мы обсуждаем, потом само пленарное заседание, у нас есть разные недели, есть пленарные, комитетные, есть неделя работы с населением. То есть не могу сказать, наоборот, у меня даже нету свободного времени, я мечтаю пойти хоть на какой-то спорт, физически сейчас все-таки привести себя в форму, особенно к лету, у меня просто элементарно нету даже часа. Я мечтаю плавать в бассейне, потому что я скорпион, и мне необходима вода, но тоже не могу найти времени. Я очень провожу мало сейчас времени с родными, с родителями, с любимым человеком, мне не хватает времени. И так как у меня вот сейчас очень много различных направлений, меня во многих городах приглашают, то есть я вот прошлую всю неделю, я не была даже в Москве, то есть у меня была Казань, у меня был Челябинск, у меня был Екатеринбург, меня ждут во многих других городах, и в Твиттере. Мне очень, вот, к примеру, вчера меня пригласили в Волгоград, то есть меня там детки из детского дома приглашают, очень ждут. И таких приглашений очень много, поэтому я все время в каких-то разъездах, и никогда на себя времени-то особое нету. Вы участвовали в благотворительной акции в Крымске, посвященной детям-сиротам. Ну, не совсем это была благотворительная акция, точнее, то, что это какая-то была акция. То есть меня пригласили дети из Крымска на... Как бы у них открыли школу после ремонта, вот, 1 сентября. И была ситуация очень неприятная, после чего я вообще стараюсь, знаете, со СМИ уже не разговаривать. Причем, если раньше я думала, что вот только диктофон может наврать, или потом какая-то фантазия может быть у журналистов, то теперь я поняла, что даже когда говоришь вот так вот на камеру, то есть тоже люди монтируют, перемонтируют, и вообще получается совершенно другой смысл. Я приехала, причем я немножко заболела, но так как меня дети очень ждали, и я поняла, что я просто, наверное, не могу так поступить. Я всю ночь летела, потому что мне нужно было спеть к 7 утра, и всю ночь не спала. Я приехала на первый звонок, поздравила детей, дети все были в восторге, не хотели даже идти на уроки. Потом я провела первый урок физкультуры у них, причем это такое было мероприятие, такое классное, потому что было очень много детей как бы из разных классов, но так как, видимо, облетел уже слух о том, что я там, и провожу урок физкультуры, спускались просто и приходили из разных домов, то есть у меня были дети от 4 лет, 5 лет, то есть я показывала какие-то интересные движения, то, что они не проходят на физкультуре, какие-то растяжки. То есть все было здорово, я потом поехала в другую школу, мне позвонили, говорят, вы знаете, не все дети успели сфотографироваться, вернитесь, пожалуйста, я вернулась, и родители были тоже, ну как бы... Все прошло вот очень так прям здорово, у меня столько было энергии, я тоже как бы питаюсь энергетикой людей, то есть мне, чтобы что-то отдавать, нужно тоже что-то брать, поэтому вот как-то было такое очень хорошее мероприятие, потом я поехала в другую школу, где просто встретила детей, наверное, таких сейчас встретишь редко, то есть такая какая-то вот тимуровская команда в наше время, которая ухаживает за сопкой героев, которая ухаживает за могилами, которая ухаживает за ветеранами Великой Отечественной войны, помогает пожилым людям, приносит им продукты, ну вот это что-то вот из того такого времени, но они это делают с горящими глазами, они столько всего рассказывают, столько всего знают, такие умные детки, и мне вот захотелось, знаете, исполнить их мечтой, какая у вас мечта? Говорит, мы хотим приехать в Москву, они никогда не летали на самолетах, хорошо, я ее исполнила, в результате они потом ко мне прилетели, и они были у меня в Государственной Думе, в Планетарии на Красной площади, ну то есть объездили все такие знаковые места. Мария, что бы вы пожелали детям в преддверии Дня защиты детей? Ну, самое главное, это быть здоровыми, потому что если есть здоровье, то все остальное достичь можно, и, конечно, когда я, то есть ко мне обращаются люди, там, с проблемами со здоровьем, особенно когда это касается детей, это тяжело, потому что я, вот, наверное, в политике мне единственное, что мешает, это моя эмоциональность и моя восприимчивость, все-таки вот, мне кажется, мужчинам, наверное, полегче в этом плане, потому что они, ну там у них статистика, есть еще что-то, какие-то случаи, но они как-то могут быть в стороне от этого. Я все-таки... Через себя? Через себя это все, это, конечно, сложно, поэтому главное, вот, хочу пожелать всем здоровья, и не только детям, конечно, и взрослым, потому что вот есть здоровье, будет все остальное. У нас есть в программе один стандартный вопрос, но на основополагающий. Каким видите себя через 10 лет? Какой? Какой же я стану, я бы не стала бы размышлять. Главное, работать над собой каждый день, не лениться, вставать, что-то делать, но когда ты уже приходишь в этот график, то сейчас, знаете, когда у меня вроде я так мечтаю выходном, и я встаю в этот выходной, и мне так хорошо, главное не вставать под будильник. Это самое тяжелое для меня, потому что я сова, будильник, я каждый раз меняю мелодию, потому что через 2-3 раза эта мелодия уже начинает раздражать. А когда вот наступает этот выходной, я высыпаюсь, я полдня какой-то нахожусь в таком состоянии, в таком очень, в таком, я хорошо, я могу убраться, делать все, что я хочу, а потом наступает момент, как это так? Мне никуда не надо бежать, мне никто не звонит, от меня никто ничего не хочет, не требует, и мне становится как-то, знаете, такой внутренний мандраж, как-то я становлюсь ненужная, поэтому я вот привыкла работать в таком графике жестком, поэтому к этому привыкаешь. И просто хочется пожелать, чтобы все люди сегодня именно были счастливы. Спасибо. Спасибо вам большое.